Вот, друзья, представьте себе такую ситуацию. Глубокая холодная зима. Мы решили прогуляться, но по какой-то непонятной причине местом для прогулки стал лес. Мы одни, местности не знаем, дороги тоже, а температура всё ниже и ниже. И постепенно начинает темнеть. И в моменте приходит осознание того, что мы потерялись, и назад дороги уже нет. Спасения не прибудет, ведь кто нас будет искать в лесу? И главную вещь, которую нужно понять в эту секунду, то, что наша жизнь в наших руках. И получится ли у нас выжить в этом холодном диком лесу? Давайте узнаем. Друзья, всем огромный привет с вами, как всегда, Олег Кофи. И добро пожаловать в новую игрушку под названием Winter Survival. Главный смысл игры заключается в том, чтобы проверить, на сколько дней мы сможем продержаться и выжить в подобных условиях. Так что я думаю, что сегодня всё получится максимально круто, ведь это не первая выживалка, которую мы с вами проходим. И опять же, посмотрим, сколько дней мы сможем продержаться и вообще продержимся ли. Так или иначе, друзья, вам я желаю приятного просмотра и приятного аппетита. Я надеюсь, что уже поставили лайк и подписались на канал. Ну что ж, давайте начинать, давайте приступать. Ну что ж, перед стартом игры нам предлагают выбрать сложность. Либо исследователь, либо выживальщик. Ну мы, конечно же, ребята, ну мы же, ну как бы, не пальцем деланные, понимаете? Да, мы выбираем сложность выживальщик, ну, опять же, это не первая... Ооо, что произошло? Болезнь. Я пренебрёг своей простудой и без лекарств моё здоровье ухудшается. Пещера. Подожди, мы можем... Аааа. То есть, смотрите, перед стартом нашего выживания, опять же, из-за того, что мы играем в деми, нам пока что доступен только один вариант, но мы сможем выбрать другое развитие событий, другую ветку. И вот это круто, это реально круто. Я пренебрёг своей простудой и без лекарств моё здоровье ухудшается. То есть, это та самая штука, которая будет постоянно нам мешать в игре. Из-за того, что у нас не будет лекарств, у нас какая-то простуда и наше здоровье ухудшается. То есть, это показатель, который будет постоянно усложнять нам наше выживание. Ооо, состояние снаряжения. Хорошо, я не помню. Плохой? Ужасно. Ну, смотрите, значит, моё снаряжение дало мне времени в избытке, чтобы реализовать мою стратегию. Это прям минимальная сложность, как я вижу, да, судя по одной лапке. Я не помню. Память играет со мной злые штуки. Пожалуйста, расскажите мне о моём снаряжении. Значит, у меня были с собой все необходимые вещи, но время играло против меня. Сложность 2. Давайте так. Так как мы впервые будем играть, я пропустил туториал. Давайте мы, наверное, выберем уровень хорошо, чтобы просто, ну, понять вообще, что именно нам нужно будет делать. Итак. Когда это произошло? Я только что проснулся. Было... Я не помню. Память играет со мной злые штуки. Вечер. Ночь. Нет, давайте утром начинать. Нет, я просто не люблю, на самом деле, ночь и вечер вообще во всех играх, потому что, ну, я вот прям именно люблю день. Я прям обожаю, когда светит солнышко и всё остальное. И особенно это касается выжилов. Итак, какая была погода? Было так тепло, как это только возможно в таких условиях. Пасмурно. Сне... А-а-а. Слушай, ну вот здесь, ну вот здесь можно рандомно, на самом деле, выбрать. Потому что, ну, как бы для выживания, мне кажется, должна быть реально максимально рандомная погода. Как будто бы. Так что, давайте здесь мы предоставим выбор игре. Хоть я и тоже люблю нормальную погоду, но всё равно. Итак, что здесь нарисовано? О-о-о. Игра спрашивает у нас. Это обычно задаётся вопрос людям, у которых идёт какое-то психологическое отклонение. Да, но я лично вижу на этой картинке какого-то даже слона. Вот даже мамонта, смотрите, вот здесь в моменте сейчас мамонт появится. Ну, был на секунду, по крайней мере. О-о-о. Или даже ворона какая-то, а. Ну, точно не медведь. Ну, давайте выберем, наверное, волк, медведь. А, это тоже отсутствие. Смотри. Нифига. Короче, я не знаю. Я вот, знаете, самый... Самый лёгкий ответ просто во всех ситуациях жизни. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю, что докопались. Я реально не знаю. Ну, что ж, я в большом предвкушении, потому что я и правда давно ждал выход этой игры. И мне прям уже не терпится приступить к нашему отчаянному выживанию. В этот холод, в этот метель. Таааак. Напоминаю, что у нас с вами болезни. Нам с вами так или иначе придётся искать какие-то лекарства. Слушайте, ну графон вообще уже отмены такой, да? Ну, а вот лекарства как раз-то у нас и закончились, да? Ну что ж, добро пожаловать в Интерсурвайл демо. Вы умираете? Да ладно, серьёзно что ли? Спасибо. Значит, повторяющийся респиратор инфекции активирует дебаф. Таймер показывает, сколько вы ещё останетесь живых. И следуйте и следуйте за тем, чтобы найти жизнь, продлевая... Короче, я понял. То есть нам с вами надо по мере выживания постоянно адаптировать и становиться свидетелем не только меняющегося мира, но и собственного погружения в безумие. В рамках демонстрации вы получили перк Брейнстрейн, который обеспечивает более быстрый и интенсивный опыт. Помните, что демо предназначено для того, чтобы дать вам представление о том, что полная версия игры может предложить. Ребят, напоминаю, что игра выходит уже через несколько дней. По-моему, 6 марта, если я не ошибаюсь. Рецидивирующая болезнь. Поднимите сироп, поднимите рисунок. О, смотрите, вот наш сироп. И опять же, у нас есть где-то время, которое показывает, сколько времени мы ещё с вами останемся в живых. Вот это вообще жесть. Последняя бутылка. Я не протяну на ней долго. Нам реально сами... А где искать вообще посреди леса лекарства? Вот это тоже хороший вопрос. И какая-то карта. Значит, у нас есть инвентарь. В нашем инвентаре отмычка лежит. Давайте, наверное, отмычку... Мне кажется, нам надо забрать всё отсюда. Каменный нож для снятия шкур. Заточенная палка. Значит, это копьё. Деревянная ловушка из челюстей. И это что у нас? Травяной бинт. Берём всё. Берём всё. Пригодится однозначно всё. Итак, нам надо выпить сироп. А сироп у нас, если мы откроем его в инвентаре, он находится у нас здесь. Выдерживайте, чтобы... Блин! Ну, игрушка прям нереально крутая. Вот мне уже нравится. В смысле, сиропчик вообще-то вкусный обычно бывает. Тем не менее, мне уже больше этого... Тем не менее, мне уже... А, мне нужно больше этого. Это согласен. Так, и что у нас такое? Текущая банка. О! Разбитый контейнер для молока. О! Я не знаю, мы подбираем это просто, да? И кладём себе... У нас есть верстак. Знаете, что мне напоминает? О, табак ещё есть. Смотрите, сигаретки. Что ещё интересно? Так, а фонарик? Фонарик есть. Вот это кайф. Ступка и песик. Ржаная вода и... А, водка. Водка. Кастрюля для приготовления. Так, у меня вообще один вопрос. Какая, блин, предыстория? Где мы вообще оказались и... Охотничий верстак. Что мы можем делать? Непонятно пока что, да? А вот ещё, кстати, копьё тоже давайте возьмём. Пустая бутылка алкоголя. Это, наверное, не надо. Хотя из неё, опять же, у нас же выживание идёт. Из неё можно сделать какое-то тоже оружие. Мы можем просто... Ну, там же острое стекло, как никогда. Да, разбитый контурент для молока и это что у нас? Текущая банка. Ну всё, нормально. Так, а где выход вообще из нашей... А-а-а. Найдите сироп. Ну что ж, наша основная задача на данный момент... Вау. Очень красиво на самом деле. Я играю за что на ультра настройках. А вот, смотри. В левом нижнем углу 18... 18.30 секунд. То есть это то время, которое мы будем жить, если не найдём сироп. Доморовая монета. Прекрасно. Давайте возьмём, с кем мы, интересно, будем обмениваться. С медведем или с кем? Это отмычка. Металлическая пружина. Все эти вещи, которые мы находим, мне кажется, они пригодятся для создания каких-то... Оу. Воу. Смотри, как уворачиваться можно. Прикольно. Какие-то гейзеры. Ну, тут хотя бы погреться можно. О, толчок в стиле вот реально Шерека. Вот прям реально в стиле Шерека. Я сначала месяц этот не увидел. Мне кажется, это отсылка. Слушай, а интересно, у нас... Мы вообще здесь что делаем? Как это, скажи? Подожди. Если это наш дом, мы же должны, наверное, знать пароль от туалета. И в конце концов, кто запирает, блин, этот туалет на пароль? Ну что ж, ладно, не будем тянуть резину. Давайте отправимся уже, наверное, на первоначальные поиски. Потому что времени у нас на самом деле не так уж и много. Высокая трава. О-о-о. Травушку собираем. И у нас уже второй уровень. Спать в дикой природе. Новое событие разблокировано. Так, давайте откроем журнал. Ну-ка, 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 ну-ка. В убежище защищена дикой природа, холода и погода. Причина находясь в закрытом убежище. Слушай, ну я не знаю почему, но мне прям очень нравится эта игрушка пока что. Это, как я понимаю, какие-то адаптации. Это перки, да? Сломанный спаль... А, вот! Сломенный спальник обычный, беншина для ноги, веревка из плеча. Все, это все мы можем делать сейчас. Потому что у нас второй уровень. То есть мы можем сделать даже спальник. Спальник у нас делается из каких-то... Ну, короче, из травы, судя по всему, да? Все, значит, травушку мы будем собирать поэтапно, постепенно, по ходу нашего прохождения дальше. Так, опять же, нам не стоит тянуть, у нас 16 минут температура минус 10 градусов. 10, это жесть. Это очень... О, я что-то вижу. Подожди, давайте аккуратненько постараемся спуститься. Блин, во-первых, я хочу сказать, что очень красиво, во-первых. Во-вторых, блин, очень атмосферно. Да, фук! Так, у нас, подожди, у нас было копье, по-моему, да? Подожди, у нас, я точно помню, у нас было копье. Вот, заточенная палка. Так, а подожди, а как этим... Как это... Подожди, мамаша... О! Ну, нам же нужно какое-то средство самообороны. Там, блин, волк ходит. Подожди, здесь что такое? Тихо-тихо. Блин, ну-то птицы летают. Ёлки-палки, я прям реально испугал. Я подумал, сейчас просто выйдет волк из травы... Из травы. Не, ну ладно, волк вроде прошел мимо нас, так что я думаю, мы можем в целом идти дальше. Главное, чтобы пол не напал. Опять же, друзья, вы не представляете, наверняка не представляете, как тяжело выживать в подобных условиях. Ага. Сломанный рычаг железнодорожного пути. Использовать? То есть, подожди, мы можем, да, перенаправлять что-то? Нет, не работает. Значит, бесполезная тема, да? Так, деревянная миска, деревянная чашка, табачок, струна из кишковой нити, долларовая манера. Для чего... Мои зубы стучат. Вот я про это и говорю, нам нужно срочно где-то согреться. Это что у нас? Раствор для дубления. Блин, ну что? О, подожди. Это не ловушка ведь какая-то, да? Идея, это тоже типа каких-то ветку вот. Не чувствуешь свои руки, а? Это мы с вами с тобой разговариваем или что? Да, я не чувствую. Так нам надо согреться где-то. Где нам согреться вообще? Слушайте, ну так или иначе, нам жить еще 15 минут. Ну, это так, чисто к слову, да? Потому что у нас болезнь. Где? Нереально каждый раз я слышу, как будто какое-то животное просто мимо. Держатель. А, у нас есть, да? У нас максимальное количество копий. Так, ладно, хорошо, идем дальше. Нам надо срочно искать укрытие. Потому что мы реально сейчас, так сказать, замерзнем просто и все. Здесь у нас ничего. Что-то тоже нашли. Короче, я просто подбираю вот, лишь бы подобрать. Потому что нам срочно... Это оно не... Это самогон, блин, ну нам не то надо. Веревку обязательно берем. Очень понадобится. Так, вот здесь у нас температура как? Побольше, поменьше? Так же, да. Фигово. Фигово. У нас максимально патовая ситуация. Просто максимально. Потому что мы... Лопата. Вот это, кстати, очень полезно. Вот это очень нужно. Пещера. Это то, что нам надо. Здесь хотя бы мы можем... А, она прям маленькая, смотри. Она прям реально очень маленькая. Но здесь мы хотя бы можем согреться. Сухая лисия шкура, сигаретка, отмычка. Короче, забираем все. Так, а теперь давайте смотреть, что мы можем с вами сделать. Факел можем? Если мы факел сейчас с вами зажжем, мы... Так, согреемся немножечко или нет? Почему температура продолжает падать? Я не понимаю. Мы рядом с факелом стоим в пещере. Здесь должно быть, блин, тепло как-никак. О, кстати. Факелом можно отпугивать диких животных. Так. Фонарик я выключил. Кстати, я все это время... Я только сейчас понял, что у меня все это время был включен, блин, фонарик. И мы с вами тратили батареи. Это очень-очень плохо. Так, а мы можем что-то попить? Нет. Например, раствол, это превращает сырые шкуры в прочную кожу. Нет, это нам не надо. Батарея. Разбитый контейнер для молока нам не надо. Это текущее идеальное описание ситуации, в которой вы находитесь. Текущая банка, я понял. Ящик для гвоздей. Отлично. Так, вот, смотри. Водка. Водку. Давайте выпьем водку. Нам надо сами... У нас хп вообще нету. А как это поднимать? У нас... А-а-а. Мы были голодны с вами все это время, да? Давайте еще и с самогонщика, наверное, бахнем, так сказать, да? Ну, прям для рывка такого конкретного. Зато согрелись. Так, а где нам искать еду? Смотри. Можно открыть, чтобы взять сигареты. Фасоль. У нас была фасоль. Вам нужно иметь нож в экипировке. Так у нас был нож. Мы брали нож, по-моему. Раз нет? Или нет ножа? Реально нет ножа, что ли? Серьезно? Как так? Подожди. О! Урны, чесночка, чесночка. Так бахнем, конечно, надо. У нас показатели по нулям. Вот в чем проблема оказывается все это время. У нас и голод, и... Не, ребят, как будто бы мы... Все? Реально, мы даже... Ёлки-палки зеленые. Куда я там собрался? Средний уровень сложности вообще. Вы что, прикалываете? Так, ну ладно. Я понял, в чем наша проблема. Просто, опять же, наша первая попытка, это был чисто процесс изучения. Короче, нам первым делом что? Нам надо забирать вот это все. Вот это мы... Подожди. Вот это мы все забираем себе. Ну вот же, у нас есть каменный нож для снятия. А, это нож для шкур конкретно, да? Укрытие с костром. Может, мы вообще не будем выходить отсюда? Нафиг нам это надо реально, а? Зачем, спрашивается? Ну нет, нам надо. Нам надо. Нам надо найти таблетки. 100% нам надо найти таблетки. Так, берем копье сразу. Здесь у нас все. Большого ничего нет. Линия для сушки. Здесь мы можем посушить нашу одежду. Табачок. Все, мы это забираем, да? Ну ладно, я думаю, мы можем выходить из нашего убежища и... Следовать. О, сейчас еще и ночь наступит, судя по всему, да? Как-то можно понимать? Вот, заметьте, сейчас мы вышли из дома, температура минус 4,5 градуса. Ой! Чего мы кашлять-то начинаем? Не-не-не-не, братишка, братишка, братишка. Не надо, не надо, не надо, не надо, не надо. Мы тебя спасем. Не нужен перерыв, братишка. Да отдыхай сколько угодно. Главное, давай недолго, потому что нам металлолом, отмычка. Ой! Блин, он каждый раз кашляет, я начинаю пугаться. Я не понимаю. Значит, мы это все забираем. Нам нужно как можно больше вещей, которые, возможно, нам прик... Воу! Нормальный мост? Главное, воду не упасть, иначе будет беда. О! Вот это находка. Подожди, хрупкая дверь, ее можно сломать, да? Мы можем сломать ее или нет? Подожди, было написано в ходе, кажется хрупким, возможно, ее можно сломать каким-нибудь инструментом. А каким инструментом? У нас, кстати, нормально, мы два раза копье заюзали, оно у нас уже почти сломалось. Нет. Нет-нет-нет-нет-нет. Нет-нет-нет! Нет, ну только не волк. Нам срочно нужно укрытие. Подожди, нет! Вы что гоните? Там просто волк стоял, мы как с всем сражаться вообще? Я волк, я волка слышу. Где-то здесь. Так, водку. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Так, это что у нас? Это самогончик. Отлично. Тихо. Но он не может достать сюда, но он не... Но он не залезет сюда, он же не залезет сюда? да может не можно залезть сюда да ой пустую пустую бутылка алкоголя старая бутылка тихо 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 клей нашли ух чего он как укусил меня через текстуру ты чё так не делается спать в дикой природе отлично мы с вами а все умерли от кровотечения найс а как подожди я не понимаю как а как выживать вещи подобных условиях типа это вообще нереально или чё нам надо найти какое-то более спокойное место для того чтобы можно было отдохнуть и полу и подлутаться нет нет мы можем кидать копье а ну-ка давай подойди сюда давай ничего себе кусается пёс блин а давай подходи надо мансануть просто давай 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 ну хорошо я тебя услышал я чё слышу думаешь ты тот самый главный да думаешь ты тот самый крутой да я тебя сейчас знаешь куда это копью засуна смотри вот так подходим и вот так вот делать прям реально ринг какой-то бонни на жизнь и на выживание анастер давай ну я готов я готов давай 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 мансанули ударили успели успел я же успел я же успел я не понимаю реально как выживать это очень это сложно это реально сложно шиповник шиповник подбираем шиповник по-моему можно есть да или нет ребят но я гуру выживание это сказать да я выживал в этих диких лесах уже много-много лет поэтому я в целом разбираюсь во всех этих аспектах понимаете жизни поэтому если что если нужны какие-то вопросы советы по выживанию то вы вот смотрите например гли гриб liberty cup это очень съедобный гриб который ну если что может реально спасти на всякий случай скажу что я не эксперт поэтому я не знаю так это у нас чё это у нас новая схема какой-то до поздний суп из устрачных грибов но ответить если если можно сделать суп за счет таки что-то можно сделать батарейка веревка самогончик вот это я понимаю и там шалаш какой-то мы можем подняться туда интересная ситуация как это понимать и как нам здесь пройти нам явно нужно на ту сторону а как интересно ситуация вы не могли пораньше блин сказать что нужно нужно с той стороны обходить мы никак не откроем эти ворота да да мы никак не откроем класс 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 температура становится все ниже и ниже хп у нас не так уж и много и сейчас на полюбом идем навстречу навстречу клуб ребята как и нас это это кустик у нас кустик мы тоже о мари уже все можем походу у нас есть новый уровень и мы можем сами походу что-то скрафтить новое да как давайте может быть вот там волк был прошлый раз да может быть у нас нет не получилось а тут вообще тупик да боже мой отстань ты блин а куда же ты дай встать хотя бы два волк вы чё стои позорные волки беги 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 просто беги на адреналине на 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 давай да боже вы чё гоните домой 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 откуда там появилась сразу 5 сразу 5 откуда там я не понимаю если мы повыше заберемся тут что-то полезное будет нет может быть здесь мы сможем найти какой-нибудь сироп или металлическая пружина но вообще нам в идеале подожди мы можем что-то уже сделать создание смотрите можем сделать труд это что у нас такое не понимаю шин для ноги о соломин и спальник смотрите нам нужно ветки ветки 12 штук и высокую траву на 42 штуки и базовый костер можем сделать ветка и труд а труд у нас делается из и здесь кора дерева а какой-нибудь блин вот тоже каменный топор смотрите камень ветка и веревка в целом все это есть по сути почти да так что целом как будто бы мы так а вон там тоже что-то лежит можем о мы еще и допрыгнули масса не живо себе как взламывать научились прекрасно так это мы забираем деревянную чашку забираем и носочку естественно ребят забираем так а где у нас проливес показывался нашего этого инвентаря чтобы понимать сколько мы еще всего можем забрать не понимаю наверно как-то тогда у нас сколько там веса а так половина только вообще хорошо надо ускоряться потому что становится реально холодно и нам надо чё-то после два факела валяется внизу нам тоже подобрать если мы я понимаю брат я понимаю надо немножко согреться сейчас постараемся за тихо 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 ну давай ладно давай короче сейчас прям на полном импруве начинаем просто с ним батлиса если он к нам прибежит конечно пока что мы собираем все ветки все вот эти то что нам пригодится вот это мы все забираем но нам сто процентов нужно убить его тихо 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 тушку гонишь как не говорю что копье сумма нет вот теперь начинается файл а ты тихо тихо нет 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 нельзя умер сколько в него раз надо подходи давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай я готов готов мансуем ага отлично отходим Блин, это очень сложный процесс Это очень сложный процесс, но мы должны его замочать Монсуем Он уже весь в кровотечениях Нормально Давай, 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 давай Я готов, прыгай на меня Монсуем Все, нет Нет Нет, нет, нет Нет, нет, нет Давай, давай, давай Монсунули И теперь подходим Сколько хп у него, я не понимаю Ну как, ну как, ну как Сколько хп у него, сколько раз его проткнуть копьем надо Это что ж такое-то-то, а Ну, ребят, я не знаю, правда, но это уже превращается в какой-то босс-флайт Иначе по-другому и не скажешь Мне кажется, в реальности выжить больше шансов, нежели чем в этой игре Ну, потому что здесь Почти Почти убили, как будто бы, нет Так, подожди, стой, там где стоишь, не рыпаться Сидеть Сидеть Я не понимаю, у нас кровотечение, по идее Да, у нас лютое кровотечение Нет Мы еще живы Ура Можешь бы кинуть Нет Вот сейчас мы умрем уже, походу Да, так мы у нас Копьем, 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 копьем Нет Габелла Вот и поиграли Так, есть еще вот такой момент Мы факелом можем драться А ну-ка Ты думал, я не вернусь Я думал, что я испугался И ты думал, что у меня закончилось оружие Ну, нет Ой А вот это я сейчас, наверное, зря сделал, да? Он распакался Нет, обратно Это что? Отлично На Не дерется Мы его только отпугиваем так Отошел Фу Сидеть Ехать, хотеть, хотеть Ехать У меня сейчас факел догорит Ох, как приятно будет Нет Нет Во-первых, у меня Чел хочет спать Во-вторых, нам Я надеюсь, он в дом не зайдет Нет Так, нам срочно надо обыскать все эти шкафчики Потому что нам нужны бои за Нет Нет Все, да Все, да Вот и поиграли Я решил начать все самого начала Все, как обычно И, оказывается, в самом начале Мы с вами подбираем карту Если присмотреться к ней, то здесь можно заметить, как введена небольшая какая-то пещера, в которую, судя по всему, мы с вами можем забраться. Соответственно, рисунок, мне кажется, показывает нам именно место, где находится, возможно, лекарство, которое нам поможет. Мы должны с вами обращать внимание на домик, который находится за каким-то пригорком, и на вышку. И, кстати, вышку мы, по-моему, с вами видели. Так что, давайте попробуем идти по этому... Сейчас, что случилось? А, я резко... Эта игра просто, я не знаю, ребят, это жесть просто. Я вам серьезно... О-о-о, посветлела такая, хоть погодка поменялась у нас, слушайте, а. Я вам серьезно говорю, выжить в реальности куда проще, чем в этой игре. Я не знаю, почему так сложно, но это ужас вообще какой-то, я вам серьезно говорю. Потому что то выживание, которое нам предлагают пройти, это, я не знаю. Это прям, ну, чересчур как-то мощно, как будто бы, не. Просто, подожди, вот тут факел, да, по-моему, да? Да, надо факел забрать. Просто, я не знаю, ребят, мы с вами столько попыток уже сделали, каждый раз. Красное дерево. Ха, красное дерево, видите? Если посмотреть на рисунок, здесь у нас также красное дерево. И вот вышка. Да, то есть, смотрите, нам нужно идти с вами все-таки, оказывается, в том направлении. Значит, походу, все это время мы с вами делали просто что-то не так. Что у нас, раствор, это у нас... Это что у нас было, подожди? А, бендыш, ага. Мне нравится, что еще, по-моему, предметы здесь разбросаны не рандомно, а каждый раз везде одни и те же валяются. Потому что мы у батарейка. Подожди, пружина. Вроде все нашли самое необходимое, взяли. Так, ветки нам еще нужны были. Ветки нам нужны для создания как раз-таки вещей. Слушайте, мне нравятся эти следы. Это же медвей, да? Ну, почему-то они... Почему-то они обрыв... Нет, не обрываются, смотрите. Не обрываются все-таки. Декий картофель, отлично, подобрали. А как камень? Подожди. Там кролики. Нет, 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 нет. Так, знаете, вот с алками вообще лучше дело, если честно, не особо хочется иметь. Хочется уже просто пойти дальше по своим делам и все. Так, на вышку мы с вами собираться не будем. Нам с вами нужно спуститься вниз и аккуратненько дойти вот под то дерево. Потому что именно там находится какая-то пещера, в которую там, судя по всему, с вами нужно проникнуть. Вот здесь тоже, смотрите, можно... Можно? Да, смотрите, мы реально можем... What the fuck? Это специальное место для того, чтобы мы могли прятаться, прикиньте? Подожди, кто-то бежит. Подожди, подожди, подожди. Я слышу, кто-то приближается. Подожди, я слышу... Вы тоже слышите какие-то шаги? Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Ну-ка, если мы вылезем? Это олень! Это олень, нифига себе, это олень! Ну, блин, нам даже охотиться нечем, понимаете? У нас, блин, этот, у нас копьё, которое не убивает нифига этих... Уже сколько раз пытались с луками подраться, ни разу не получилось. О, рабушка какая-то. Короче, где-то здесь должен быть вход в пещеру. Грунт камней нашли. Так, подожди. Мне это не нравится. Е-м-м-м-м. А вот вход и в пещеру. Так. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не! Ко мне. К ноге. Чё ты думал, а? Самое крутое на районе? Ага. А теперь наша атака. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Блин, здесь надо вовремя на кнопки нажимать. Это реально сложно. Так, у нас копьё не сломалось. Отходим. Передышечка. 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 Согласен. Чего? Ну, боже мой. Ну, что? Как высыпать в этой игре? Как высыпать в этой игре? Я не понимаю. Я не понимаю просто. Чё, просто посреди боя решил поспать лечь. Это странно. А мы проснулись. А нас, подожди. Так, у нас что? У нас кровотечение. У нас очень всё плохо с ХП. Подожди, у нас есть вообще чем захиляться или нет? По-моему, мы с вами что-то подбирали, нет? Спальник у нас есть. Так у нас... Подожди, ну не может быть такого, чтобы у нас... О, есть вот это. Подожди, использовать. Можем перебинтоваться, да? Всё, мы перебинтовались, по идее. Сейчас у нас кровотечение. У нас ещё и не только кровотечение, но ещё и у нас это голод, и там всё остальное сразу вместе. Вот, клюку давайте схаваем быстренько. Может, это тоже ХП нам восстановит? Короче, сейчас... Мне нравится то, что мы всё это делаем перед тем, как нами... Ну, перед тем, как... О, готовится. А, вот это. Приготовлены бобы очень... Короче, давай... А, бобы надо готовить. Давайте вот это быстренько сейчас выпьем, да? О, алкоголь может как раз-таки и согреет нас сейчас, и вот ещё одну клюку съедим. Короче, сложно всё это, ребята, наше вышивание. Добром это не закончится, чувствую я. Так, а что ещё у нас? Всё, больше ничего. Копьё имеется. Давайте, ладно. Короче, не будем сражаться, наверное. Просто зайдём внутрь и всё. Да ну его нафиг, этого волка, блин, реально, а? Всю малину портит, как обычно. У нас и так кровотечение, нам с вами должен быть более безопасный путь наружу, чем внутрь. Думаешь, что-то есть? Что это вообще за место такое? Я вот этого понять не могу. Мы... Нифига себе, так забираться можно? Животная кость. Так, нет, мне всё равно не нравится то, что мы... Верёвка. Блин, нам вообще, кстати, в идеале, ну реально поспать так-то. Но нам холодно. Кстати, странно, что нам холодно, учитывая... Давайте факел возьмём и зажжём его. Так. Ну мы можем на клетку залезть, да? Вот мы сейчас согреваться, кстати, начали. У нас вроде хп не так сильно начинает терять. Всё, тогда отлично. Тогда ещё можно что-нибудь выпить, например, в дорожку, потому что вот, например, вот это... А, это не то. У нас что-то попить есть вообще или нет? Подожди, где у нас? Вот это и у нас... Да, у нас есть сигареты. У нас есть ежевика. Вот, давай. Ну вот, такая жажда. Сейчас мы быстренько из ягод делаем вот так. Вот, быстренько. И там ягода плюс пайк в жажде добавляют. Так что, в целом, можем с неё начать. Ну водка, видите, жажда минус 10, да? То есть из-за того, что похмелье там, всё остальное. Поэтому пока не будем это всё делать. Пока чисто ягодами восстанавливаемся и всё. Так, а вот теперь нам точно нужен факел, иначе мы не справимся никак. Так, давайте, смотрите, мы можем пойти... Мы можем наверх? Подожди. Передвижной бокс. Передвижной бокс. Ну? Не-не-не-не-не, ты не пугай меня так, слышишь? О, мы вот тут можем залезть? Подожди. Мы вот тут почти... Мы вот тут почти залезли. Господи, какая... Это самое... Ну и факел закончился. Да всё против нас в этом выживании. Так, используем. Давайте перетащим сейчас этот сюда. Всё, волк нам не залезет. Самое главное. Нам надо что? О, спец по выживанию охотится на любых двух животных. Да, ага. Вот, забрались. Смотрите, какие-то у нас тут... О, 0, 2, 1. 0, 2, 1. Это пароль! 0, 2, 1 это пароль. Кстати, возможно, этот пароль может подойти к... Потому что мы пытались с вами открыть до этого. Так, здесь мы можем забраться. Здесь мы также... Мне интересно, ради чего мы сейчас всё это... Делаем. Серьёзно, да? Хорошо, 0, 2, 1. У нас был пароль. Мы можем в целом вернуться тогда, наверное, домой. Так, всё, мы с вами у дома. Сейчас срочно заходим в дом и сразу начинаем греться. Потому что температура не самая приятная. Так. Конечно. Так, а что-то можно забрать... Вот, например... Ну, нет. Ну, это... Так, мои... Ну, как? Ну, как? Я не понимаю. Ну, правда. Ну, это ж бред. Бред. Это бред. Бред. Ну, это же... Это реально идиотизм полнейший, а? Ну, просто идиотизм. Я вам серьёзно говорю. Я выживание сложнее не видел. Потому что я понимаю, что, типа, фу, реализм и всё остальное. Но должен быть хотя бы какой-то шанс на выживание. Просто. И всё. Так, давайте сразу. Первым делом мы с вами что делаем? Мы с вами открываем дверь. Мы... У нас... У нас нечем... У нас просто... У нас нечего даже закинуть, как будто бы в козёр. Ну, вот это я сейчас закину использовать. Так. Вот это тоже деревянную миску. Можно всё это закинуть. И... И как поджечь? Вот. Смотрите, что... И условия сушки плохо. Мы можем одежду высушить свою. Вот это прикольно, кстати, на самом деле. Но у нас оставшееся топливо 40 секунд. Да. Но только проблема заключается в том, что топливо у нас... Мы вроде закинули. Да. О! Картофельные оладьи можно готовить. Поздний суп из устрочных грибов. Вот это я понимаю. Но, извините, там создание, там крафт. Это просто себя не жалей. Так. Какой там был? 021, да, по-моему? 021. 021. Подожди. Братан, ну не умирать-то! Ну ты издеваешься или что? Да я только что дал тебе ежевики! Я только что дал тебе всего! От чего мы конкретно умираем в данный момент? Ну от чего? Что тебе мало... Я не понимаю, чего тебе... Ну вот что у него не так? Это идиотизм какой-то просто. У меня же горит нереально. Как мы должны открыть эту дверь, если там вообще 6 цифр нужно ввести? Как я должен это сделать? 021. И дальше что? Может тоже 021? Нет. Да? 0... Подожди. 2... 1. Я не понимаю! Просто... Ну почему так сложно выживать в этой игре? Объясните! Так, ладно, ребят, я решил не унывать. Выживание реально очень хардкорное. Я не знаю почему. Это реально очень сложная игра. Я не знаю даже с какой игру ее можно сравнить по уровню выживания с какой-то другой. Но, если честно, она мне очень сильно по своему хардкору напоминает Green Hell. Именно по сложности. То есть, также огромное количество опасностей, огромное количество проблем, очень сложные крафты, очень сложные рецепты, недостаток ресурсов, постоянный, вечный, недостаток еды и всего остального. И вот здесь вот реально вот это вот вышивание, которое у нас с вами получается, вот тут реально чувствуешь всю сложность. Потому что добыча ресурсов здесь не такая уж и простая. О-о-о! Я даже не знаю, идти туда не идти. Ну ладно, мы все равно следуем игру, мы вряд ли все равно выживем в этот день. Поэтому, почему бы и нет? Давайте просто проверим, что у нас тут есть интересного. Ну, я что-то уверен, что здесь у нас добром это ничем не закончится. Сколько процентов? Большая вероятность того, что мы просто навсего сейчас умрем. Подожди, а мы... Мы можем запрыгнуть, да. Так, а мы точно, мы точно здесь пройдем? Мне кажется, вот этих текстур быть не должно было, да? А-а-а, мы с другой стороны какой-то выходим. Подожди, а с какой именно? А ну-ка. Не, а однако, смотрите, мы даже с вами не умерли. На удивление. Единственное главное, вот воды не касаться... Ой, вот сейчас очень плохо, да? Вот сейчас прям очень плохо. Тут еще и скользко, смотри. Мы с вами сейчас, мне кажется, допустили огромную ошибку. То, что пошли этим путем, потому что нам пришлось с вами пройти через воду. Оооо, чего... Ну, ребят, что я вам могу сказать? Да, конечно, напоминаю то, что мы с вами играем в демо. В демо такое случается, в демо такое бывает, как бы, да. Ну, игра скоро должна релизоваться, я думаю, что там таких проблем не будет. Вот пока что нужно наслаждаться тем, что мы имеем. А где мы, я вообще даже не знаю. Ну, в общем, здорово поиграли, мне нравится, прекрасно. В общем, друзья, вот такой вот видосик у нас сегодня получился. Мне в целом понравилась игрушка, но я очень сильно надеюсь на то, что сложность вышивания все-таки с ней что-то сделают. Потому что с тем уровнем сложности, который пока что доступен в игре в качестве демо, это реально, это лютый хардкор. Я не знаю, для кого он создан и кто собрался выживать с таким уровнем сложности. Даже на среднем уровне у нас были постоянно, постоянно проблемы. И ни секунду спокойствия. Это, это такого как будто быть не должно. Но так или иначе, пишите в комментариях, понравилась вам эта игрушка или же нет. Хотели бы увидеть еще плане серии именно тогда, когда она уже релизнется и, возможно, все это будет изменено. Но так или иначе, я вам хочу сказать огромное спасибо за просмотр. Не забывайте прижимать кнопочку лайка, не забывайте подписываться на канал. Огромное вам спасибо за все. Всем до скорой встречи и всем пока-пока.